МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Когда человек благородный, человек знатного происхождения хочет сохранить своё имя в веках, он для этого придумывает много разных способов. Вдумывает гербы, титулы, звания. Иногда и детей он называет так, чтобы не забылось о его знатности. Человек может обнищать, потерять своё богатство, потерять влияние при дворе, забыться, потерять все свои достоинства, но имена и эти знаки, сквозь времена, проходящие и сохраняющиеся, напомнят потомкам о его былой знатности. Вот так возникли имена, напоминающие о благородстве происхождения. К примеру, мужское имя Патрикий или Патрик означает сын Патриция. Женское имя Синклитикия происходит от слова Синклит, что означает знатное собрание. И сегодня мы будем говорить о мученице, носивше это имя. В VI веке в Аравии пострадала знатная женщина по имени Синклитикия и две её дочери. В VI веке в Аравии гонение на христиан воздвиг некий царь по имени Дуна Ан. Он разыскивал христиан, вызывал их к себе, убеждал, склонял, угрожал, призывая отречься от имени Иисуса Христа. Когда эти слова были сказаны праведной Синклитикией, она сказала царю, «Как не стыдишься ты, царь, и не боишься принуждать меня к отречению от того, кто дал тебе жизнь, а кроме жизни ещё и корону?» Её долго били, но она стала стверда. Потом в позорной одежде полуобнажённых её и дочерей водили по улицам города. Женщины плакали, видя унижения и страдания праведной и неповинной их сестры. Однако Синклитикия говорила, что сей позор для меня дороже всяких почестей. Что дальше придумал царь, мне даже несколько страшно выговаривать. Царь отсёк головы дочерям вначале, а потом, вдумайтесь, кровью дочерей напоил мать. После этого и она была умучена. Вообще, когда читаешь житие святых, поражаешь не только степень терпения праведников, но и степень нечестия мучителей, этой изощрённости и фантазии на причинение боли другому человеку. Так или иначе, Синклитикия доказала не только благородство своего телесного происхождения, но и благородство своей души, оставшись до конца верной Христу. А ведь когда страдает человек знатный, он не только мучается от боли или унижения, его мучает разница между былой славой и нынешним позором. Но и это победила мученица. Кроме носящих это красивое имя, а мы надеемся, есть такие, мы сегодня рады поздравить с Днём Ангела, Арефу, Лаврентия, Феофила и Афанасия. С Днём Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.